девочки всем привет добро пожаловать во вторую часть это легкие нежные ароматы на весну покажу вам дальше и должна сказать что я чувствую себя настолько после первой части выдохнувшийся мне кажется что я сделала паузу так подумала что я все-таки наговорила я надеюсь что я донесла хоть немножечко вот примерно направление этих ароматов но посмотрите в описании к видео и почитайте отзывы других людей на фрагрантики может быть если попробовать не можете у вас еще какие-то мысли придут очень тяжело описывать ароматы в одном направлении особенно знаете когда они в одном видео ароматы совершенно разных направлений мне кажется их легче и без пирамид я чувствую себя как будто безногая но на самом деле я почему решили в последний момент все-таки без пирамид описывать ароматы потому что некоторые пирамиды смотрю я не понимаю я чувствую совсем другое и не чувствую то что так пирамидах поэтому решила потом решила без пирамид девочки покажу вам флакончики здесь их опять много я еще парочку взяла потому что оказывается у меня просто море ароматов примерно в одном направлении они совершенно разные то есть я бы не хотела отказаться ни одного флакончика который я вам показал в прошлом видео или в этом они разные совершенно разные запахи ни одного нету дубля даже то что я вам показывал вот направление жадора это это вообще разные ароматы направление так девочки начну с аромата от которого я осталась не знаю та самая красивая чайная яркая роза в моей коллекции ароматов это девочки роз пол смит показать чтобы оно было нормально надеюсь вот так вот так и вот так надо показывать интересная надпись короче флакончик такой простой в общем то как аромат но насколько он яркий насколько он чистый насколько он элегантный романтичный я недавно его поносила и я глупым образом нанесла два пшика это настолько яркий запах розы но это роза не косметическая вроде как парфюмерная но это вообще не ретро самая элегантная и женственная яркая громкая свежая роза я не чувствую здесь ничего кроме розы это просто красивый холодный аромат розы прекрасный можно запросто наносить один шик один два два за вами будет такой шлей вы будете наполнять комнату меня 100 миллилитров я взяла максимум в общем то я рада запас не нужен и и мне хватит его на очень долго потому что по одному пшику это вот моя комфортная зона мне будет достаточно самая прекрасная роза в моей коллекции прекрасная чистая без всяких примесей у меня есть другие красивые розочки но они смешаны либо во фруктах либо в цветах либо они в жвачке но это совсем уже другое вот обратите внимание хотите яркую чарную чайную розу красивую элегантную холодную яркую это роза пол смита так девочки дальше покажу вам тоже один из любимых моих ароматов даже одно время думал может быть прикупить запас это forever elizabeth от elizabeth taylor это фруктово-цветочный аромат на яркой зеленой мускусной базе тут зеленые ноты я бы даже их наверное наверх поставила то есть такие они яркие и потом примешивается немножечко фруктов немножечко цветов что-то такое ягоды ну знаете ягоды может быть недоспелые здесь еще есть какая-то терпкость терпкости кислинкой вот это вяжущее что-то есть то есть фрукты здесь не переспелые не сладкие а сладость мне кажется придаются здесь небольшую сладость придают цветы это зелень и в то же время это вода это акватика я посмотрела на фрагрантики с чем сравнивают этот аромат многие говорят арт бьюти девочки два разных аромат и вам понравится но да если вам нравится арт бьюти вам понравится forever elizabeth если вам нравится forever elizabeth вам понравится арт бьюти но это два совершенно разных аромата для меня я я просто даже не знаю как и сравнить но неудивительно что мне они понравились самый красивый зеленый мускус наверное в аромате в ароматах которые чувствуют доселе тоже зеленый аромат на самом деле но Яркий, насыщенный, сломанная зелёная веточка. Когда ты её только сломаешь, даже вот эту кожуру немножечко отодвинешь, так пахнет Always at Avon. У меня он даже стал ещё более такой тёмный. Но вы знаете, он стал более насыщенный в своей зелени, вот этой в своей веточке зелёной. Но я так и не чувствую здесь никаких цветов. Хотя нет, мне кажется, один раз я носила, но мне казалось, я чувствую ещё как будто какие-то цветы. Ну, в общем, из флакончиков вот так сейчас вдыхаю. Это яркий зелёный аромат. Томный в своей зелени, но простой по звучанию. То есть, если сравнивать, и, конечно же, я принесла и today, потому что это тоже цветочный аромат. То есть, тоже в категории весенних у меня. Хотя и летом можно тоже носить. Яркий, насыщенный, цветочный. Здесь есть и сладость, и есть и свежесть. И он шлейфовый, и яркий. Красивый аромат, красивый. Кстати, у нас в Германии я его никогда не слышу. Слышала только от своей подружки. Вот, поэтому я могу носить и не переживать за то, что я... Хотя, наверное, русскоязычный. Узнают, конечно. Аромат today. Классная линейка, но самый такой серьезный и самый такой сладкий и томный, это все-таки Tomorrow. А вот на весну вот эти, вау, классные. Хорошие ароматы, мне нравятся. Так. У меня тут, кстати, много Эйвона. Тризель. Это свежий, свежий аромат. Цветочный для меня. Легонечко пудровый. И он такой, в своей цветочной свежести, он такой звонкий-звонкий. И он так поднимает настроение. Для меня вот, когда некоторые говорят, вот, ароматы чистоты, вот, цветочные, вот, для меня вот это вот что-то такое. Вот так вот я ощущаю их. Это как Pure Mask, это Тризель, хотя это совершенно три разных аромата, я вам сейчас показываю. Вот это вот, в них цветочная свежесть, она такая, какая-то даже хрустящая. Вот. И Тризель тоже. В Тризель есть немножечко пудровости, но совсем чуточку. Поэтому он не вошел, не войдет в видео в моих ароматах, о пудровых ароматах. Девочки, следующий аромат. Так, вот этот сначала покажу. Тоже прелесть. Жарден о Нью-Йорк. От Вандербильд. Это, если вы любите, только распустившиеся фруктовые деревья. Цветочки. Именно цветочки. Это когда еще листочки не распустились, а цветочки уже. Это может быть и грушевое дерево, и яблочное дерево. Вот эти вот белые цветочки, они пахнут так легко, так еле заметно. И в то же время ты ощущаешь, что ты находишься в саду цветочных фруктовых деревьев. И есть небольшая... Сейчас, девочки. Здесь мускус есть, но, вы знаете, я не могу его не отнести ни к зеленому мускусу, ни к акватике. Но, то есть, разбавлено чем-то таким свежим. Это может быть просто вода из-под края. Ну, короче, вы понимаете, да, то есть я не ощущаю ничего такого холодного, как озеро. У меня акватика обычно ассоциируется с ручьями чистыми, когда вот снег в лесу тает, вот эти ручьи несутся. Вот что-то такое у меня. Либо зеленый вот мускус, это, ну, понимаете, да, листочки. Здесь такого нету, но чувствуется, что мускус есть. Очень красивый аромат. Ничего общего с классическим фандербильтом. Это отдельный аромат. Просто они используют вот эти бутылочки. Я ничего против совершенно не имею. Я считаю, флакончик очень красивый. Такой, смотрите, плоский, с лебедем. Лебедей я очень люблю. Я люблю этих птиц, поэтому я, ну, я рада, что они используют эти флаконы. Но аромат вообще совершенно другой. Легкий, цветочный, свежий. Короче, вам понравится. Понравится, если хочется что-то такого мягкого, мягкого, свежего. Еще один свежак. Так, ну, наверное, вот эти вот уже ароматы, вот эти больше, чем те, которые были в прошлой части, они, наверное, больше уже подходят на теплую весну, даже на жаркую весну, либо на теплое лето. И даже некоторые на жару здесь пойдут. То есть они такие свежачки. Так, девочки, ну, конечно, как видео без лампан. Экля-дорпеш. Здесь яркий мускус, но он весь в цветах. И цветы, вы знаете, несмотря на то, что тут сирень, еще какие-то, ну, знакомые цветы, вполне себе, их взято совсем по чуть-чуть. Это как будто пахнет где-то в соседнем саду, и ветерком что-то доносится до вас, но это не ярко. И это выполняет здесь такую роль мускус. Классный аромат. Он красивый. Мне нравится себя его ощущать, когда я начинаю двигаться очень активно. Он как-то начинает так красиво звучать, нежно, при этом становится таким ярким и освежает. Поэтому на работу я его обожаю носить. Следующие ароматы для меня в категории свежие, цветочные, но уходят в уходовую косметику. И первый аромат, который я покажу, это Estee DuPont Blanc. Но его нельзя спутать вообще. Вот такой вот флакончик беленький, футуристический. Так, это у меня в каких-то чернилах руки. Я пачкаю флакон. Девочки, аромат. Я чувствую здесь цветы. Но здесь цветы, они наравне с фруктами. Очень разбавлены ярко фруктами. При этом аромат свежий. Здесь есть и чуть-чуть акватики. И даже, наверное, в большей мере акватическая здесь база. Но есть немножечко и зелень. Но это не явная зелень, не такая, как в Tomorrow. И не такой зелёный мускус, как Forever Elizabeth. Нету вот этой зелёной терпкости свежей. Аромат прекрасный. Тоже, я считаю, вот на такое время, либо когда очень активный физический труд, либо когда тепло и жарко. Вот такие ароматы классные. Очень классные. Следующий аромат. Это цветочный аромат. И, как я уже сказала, так, это Artistic Avon. И это Magnolia Unflears. Да, я согласна. Это магнолия в цветах. Здесь однозначно чувствуется один какой-то яркий цветок. Пеняю на магнолию. Не знаю, как пахнет магнолия. Магнолия у нас... Вот они недавно отцвели, но... То есть они ещё цветут. Не пахнут, девочки наши, магнолии. Не пахнут. Ничем. Сколько не вдыхало. Может, это сорт такой. Цветочный аромат, яркий. Даже, наверное, он для меня по своей яркости вот этой уходит что-то в лавле. Только в лавле я не чувствую косметической отдушки. Вот что-то, уносящее меня в крем для лица или крем для рук. А вот здесь это есть. Но вот эта яркость такая же, как в лавле. Очень яркий аромат. Не сладкий, не столько сладкий. Он слегка сладкий. Больше свежий. Больше свежий. Очень нравится серия Artistic. Буду все брать. И второй аромат, который я здесь хочу показать. Хотя можно было бы и Visterio тоже показать. Это Nymphia. Тоже Artistic серия. Вообще Artistic очень достойная серия в Avon. Очень. Девочки, если не брезвуете бюджетными ароматами, но вы всегда как-то обходили Avon, вот попробуйте Artistic. Очень может быть, что вам понравится. И там есть эти ароматы в 10 мл. То есть вам не нужно покупать целый флакон. Вы можете попробовать сначала 10 мл. Посмотри, какие. Особенно мой любимчик – это Ирис. Ну, я люблю такие насыщенные цветочные ароматы. Кстати, надо будет его... Ну, это в другом видео обязательно будет. Девочки, чем пахнет вот это? Это акватический аромат серия Mone. Здесь вот такой вот шикарный флакон. Выгравированные цветы. И вот смотрится вот так. Вот смотришь и... Как надо на него подождите? Смотри. Вот так. Вот когда вот так смотришь, эти цветы прям увеличиваются в жидкости. Флакон классный. Закончится, флакон никуда не дену. Так. Акватический аромат. Свежие такие цветы. В воде. И немножечко фруктов. Фрукты не переспелые. И база здесь, опять же таки, вот кажется, что дорогая уходовая косметика. Ой, как вкусно. Братовый, потому что он не переслащённый. Он больше свежий. Но это не свежак. Это не то, что я отнесла бы ароматы зелёного чая, которые у меня бамбук есть, или инжир. Вот те свежие. Хотя инжир начал заслащиваться у меня. Те свежие. А вот этот, нет, это не то, что я называю свежаком. Всё-таки это такой цветочно-акватический для меня аромат. Девочки, мне кажется, я показала всё. Мне интересно, насколько я наговорила. И мне кажется, что это видео удалось немножечко лучше, чем первое. Скажите вы, совпадают ли у вас впечатления ваши с моими, если у вас какие-то ароматы есть. Ну и берите на заметку, девочки. Это всего лишь, во-первых, чтобы вы вспомнили, что у вас есть в вашей коллекции. И, может быть, если вас что-то заинтересует, вы пойдёте на фрагрантику или на какой-то другой сайт, где есть отзывы, и почитайте, как вот эти ароматы ощущаются другим людям. Потому что я одна из тысяч людей со своим мнением, со своим носом. И нос у меня не суперутончённый, скажем так. Девочки, всё, буду прощаться. На сегодня, наверное, это всё про ароматы. Увидимся с вами в следующем видео, в следующие дни. Всем пока-пока.